друзья приветствую вас сейчас запишу сейчас снимаю снова видео по заявлению на гражданство теперь уже буду заполнять с вами и в общем покажу принятую версию так окончательная принятая версия и так бланк скачан в интернете по первому же запросу заявление на гражданство как видите он подготовлен с использованием системы консультант плюс значит мы используем версию приложение номер один к положению о порядке рассмотрения вопросов гражданства российской федерации в редакции указов президента рф от 0 3 0 9 2017 номер 410 от 0 2 10 2018 номер 562 так то что мы заполняем наименование территориального органа министерства внутренних дел российской федерации мвд по республике бурятия так вот называется орган на сегодняшний момент куда мы подаем заявление прошу меня принять в гражданство российской федерации на основании статей 13 14 или 41 3 точка федерального закона о гражданстве российской федерации либо восстановить гражданстве российская федерация настолько на Все-все ненужное вычеркиваем, оставляем. То есть, вот мой случай, это статья 14 Федерального закона о гражданстве Российской Федерации. Все остальное зачеркиваем. Мотивы, побудившие меня обратиться с данным заявлением. Желаю работать и постоянно проживать в Российской Федерации. Такая формулировка подходит. Дальше идет. Одновременно прошу принять меня в гражданство Российской Федерации и моих несовершеннолетних детей, подопечных, при наличии число месяц года и место рождения гражданства. У меня несовершеннолетних детей нет. Я пишу, не прошу. Такая формулировка подошла. Сведения о другом родителе, указанных детей. Поскольку не имею несовершеннолетних детей, то и сведения не представляю о другом родителе, так и пишу. Не представляю сведения о другом родителе, так как не имею несовершеннолетних детей. Так, фамилия, имя и отчество при наличии. В наших паспортах нет отчеств казахстанских. Поэтому пишу без отчества. С этим у меня также много, некоторые проблемы произошли. Но к этому заявлению это не имеет отношения. Это имеет отношение к получению выплат по этой программе, по госпрограмме. Так, фамилия, имя и отчество. Значит, пишу. В случае изменения фамилии, имени и отчества при наличии, указать прежнюю фамилию, имя, отчество при наличии, причину и дату изменения. Здесь мне потом сотрудник УВМ перезвонила и уточнила, меняла ли я фамилию когда-нибудь. Поэтому здесь, видимо, ну я ее сдала в таком виде, а она, видимо, дописала, раз это уточнила, фамилию и имя не меняла. Не знаю, как уж там еще сформулировать в течение жизни, но я не меняла никогда. Поэтому пишу таким образом. Так, дальше. Число, год и месяц рождения. Здесь пишем так, как у вас в свидетельстве о рождении. И вы это представляете копию свидетельства о рождении. Нет, 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 вру. Показываете свидетельство о рождении, но копия не идет в дело. Так, хорошо. Дальше, пол тоже вопросов не вызывает. В основном, да? Наши законы, наше законодательство и уровень толерантности не дошел до такого уровня, когда вы сами себе пол выбираете. Так, гражданство какого иностранного государства имейте в настоящее время, имели прежде? Здесь мне инспектор, сотрудник УВМ, дала вот такую расшифровку, написала своей рукой, что писать нужно вот так. Так, как я написала, не подходит. Таким образом, это мы стираем. И пишем так, 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 так. Ой, так, пишем следующим образом. Гражданка Казахстана. Ну, если вы особо любите точность, пишите гражданка, гражданин Республики Казахстан. Ну, здесь слов много будет, поэтому я пытаюсь экономить место. Гражданство приобретено по факту пребывания в стране после распада. СССР в 1991 году. На основании закона Закона о гражданстве Республики Казахстан. Так. Точка с запятой. Здесь придется еще дополнительную строчку. Ранее состоял. Видите, документ как составлен, что у вас эта строчка, это не подчеркивание, специальная строка отдельная идет. Ранее состояло. Я не знаю, как это редактируется, не буду слишком вникать тут в структуру документа. Напишу так. Ранее состояло. Ранее состояло в гражданстве СССР. Ранее состояло. 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 равнопроживание в иностранном государстве, паспорт такой-то, от такого-то числа, от такого-то по такое-то, пишите срок действия, кем выдан, все. Так, шестой пункт. Ранее, состояли ли ранее в гражданстве СССР или в гражданстве Российской Федерации? Если да, то основание и дата, его прекращение документ, подтверждающий указанные сведения. Так, я пишу таким образом. Так, пишем. Да, состояло в гражданстве СССР, прекращено. Это я пишу так, как она мне написала. Прекращено. В декабре 1991 года Утрачено. 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 В связи с распадом. Распадом СССР. Это еще не все. В связи с распадом СССР. И вот здесь мы пишем. Свидетельство о рождении. Свидетельство. Я, кстати, не пишу слепым методом, не владею. Номер такой-то. Так, рождение. Сначала серия. Свидетельство. Номер такой-то. Здесь сколько шесть знаков, да? Шесть знаков. От такого-то. От 15-го, там, 05-го, допустим. 1965 года. Года. Район пишем. Ну, все как в свидетельстве. Выборского района. Города. Ленинграда. Ленинграда. Ну, как интересно тот пункт, что не надо сокращений писать, что нужно писать целиком у города. Здесь почему-то проходит. Ну, мы как бы цитируем документ, поэтому вот подходим. Так, обращались ли ранее с заявлением о приемах гражданства Российской Федерации? Пишу, не обращалась. Восьмой пункт. Свидения или обязательства об отказе от имеющегося гражданства. Здесь сноска. Пункт пятый. Я оставляю пустым, потому что я иду по госпрограмме или не знаю по какой причине. Тут нужно смотреть сноску. Так, национальность указываете по желанию. Если указывать не желаете, пишите указывать не желаю. Вероисповедание. Также указывать не желаю или желаю. Пишите свое вероисповедание. Так. Образование высшее. Так, что тут? Образование. Наименование и реквизиты документа. Об образовании или о квалификации. Наименование образовательной организации. Так, ну, я не знаю. В общем, я написала так. Горный инженер-экономист. Это моя квалификация по диплому. Диплом номер такой-то. От такого-то числа. Такое-то. Такое-то учебное заведение. Город. Пишем все как в дипломе. Цитируем. Ученая степень. Не имею. Ученая степень. Так. Ученая степень у меня зачеркнута. Значит, не имею. Этого достаточно. Вот такой вариант был принят. Так. Дальше что? Семейное положение. Замужем. Свидетельство о браке такое-то. Выдано тогда-то. Таким-то органам в таком-то городе. Так. Пишем. Женат, холост, замужем. Незамужние. Разведен. Разведена. Номер свидетельства о браке. Разводе. Дата и место выдачи. Все тут верно. Так. Сведения. Близкие родственники. В том порядке, в котором здесь перечислены сына. Муж, жена, родители. Потом идут дети, потом братья и сестры. Вот они тут все перечислены. Дальше. Следующий вопрос. Трудовая деятельность за последние пять лет, предшествующие дате обращения, заявления, включая учебу в образовательных центрах, военную службу. Так. Я не работала, не работала. Пишу точный адрес, где именно я не работала. То есть это мои перемещения, фактически это история моих перемещений за последние пять лет, предшествующих дате подачи. Подавала в мае, значит с мая 2014-го. В мае 2019-го. То есть с мая 2014-го начинаю свое повествование. И перечисляю, где именно я не работала. То есть то место, где я была зарегистрирована. И наконец последнее. С сентября 2018-го. Студентка Бурятского государственного университета. Адрес университета. Источник средств к существованию. Указывается. Указывается. За все имевшиеся виды доходов за период проживания. Вот здесь мне перезвонили. Я не видела, что написала сотрудница. Ну, видимо стипендия. В общем, там сказали, что недостаточно стипендий. Нужно писать. Человек должен указывать свой доход не менее прожиточного минимума. Так. За период проживания на территории Российской Федерации. В общем, видимо, здесь пишется стипендия и зарплата мужа. Зарплата мужа. Ну, не знаю, как это точно сформулировано. Зарплата, доход. Ну, в общем, мне написали зарплату мужа. Хотя это неправильно. Я не живу на зарплату мужа. Муж меня никак не поддерживает. Так. Источник средств к существованию за период проживания на территории Российской Федерации с 1 января по 31 декабря года предшествовавшей дате обращения к заявлениям. То есть, за 2018 год я должна указать все свои доходы. Доход по основному месту работы не имела. Доход от иной деятельности не имела. Доход от вклада в банках и иных кредитных организаций, доход от ценных бумаг и далее участие коммерческих организаций. Пенсии, стипендии и иные социальные выплаты или доходы. Указать ниже. Я пишу стипендия 15 тысяч рублей. Я заказала справку из университета у стипендии и справку о том, что я являюсь студенткой, но этого не взяли и даже не смотрели. Сказали, что это не проверяется. Так что вы здесь можете все что угодно нарисовать. Но, вообще-то, если они вдруг захотят проверить, это должно быть достоверно и проверяемо. Так, я не знаю, куда тут воткнуть зарплату мужа. Сейчас посмотрим дальше. Вид экономическая деятельность, но сюда точно не воткнешь в соответствии с общероссийским классификатором. Я пишу нет, потому что у меня не было экономической деятельности. Я не являюсь ИП. Так, сумма уплаченных налогов. Вот налоги свидетельствуют о вашей экономической деятельности у меня нули. За три года, да? Такого-то года, три каких-то года. Ну, видимо, предшествующих. Указанный период. Не менее трех лет предшествовавших году обращения с заявлением. Да. А вы указываете, если у вас есть такая деятельность. Организационно-правовая форма наименования и адрес юридического лица, в который вложен капитал и основной государственный регистрационный номер. Нет у меня такого. Виды экономической деятельности в соответствии с общероссийским классификатором видов экономической деятельности, осуществляемые в Российской Федерации не менее трех лет предшествовавших году обращения с заявлением. Так. У меня нет. Здесь что, тоже три года. Если вы вложились в какой-то бизнес, во что-то вложились, пишите это все. Дальше у меня, значит, идет ИНН. То есть свой доход мужа может быть или доходы, иные социальные выплаты или доходы писать либо сюда, где стипендия, либо доход от иной деятельности. Видите, но это не является доходом от иной деятельности, да? Видимо сюда. Но опять же не знаю, как указывать зарплату мужа. 200 тысяч рублей. Рублей. Вот так? Или это отдельной строкой писать? Зачем здесь дополнительные строчки данные? Для этого? В общем, это я оставляю под вопросом. Пункту, где мы должны указать ИНН. Если имеется, при наличии. Если нет, то пишем нет ИНН, но у меня он был. Мне пришлось заново заказывать свидетельство. Я его потеряла к моменту подачи. Потом благополучно нашла среди своих же бумаг. Так, владеете ли русским языком? Владею свободно. Так, здесь мы не пишем данных о документе об образовании. Так, поэтому мы удаляем сведения о дипломе. Пишу дословно, как мне указала сотрудница УВМ. Да, владею свободно. Освобождено от предоставления сертификата на основании части 7 ст. 14 ФЗ 62. Так, дальше. Отношение к воинской обязанности не военно обязанное. На военную службу или альтернативную гражданскую службу иностранного государства на момент подачи заявления не призвано. Проживание на территории Российской Федерации, постоянное или временное, подтвержденное видом на жительство, разрешением на временное проживание или иным документом с отметкой о регистрации по месту проживания. С какого времени, в том числе непрерывно, вид документа, подтверждающего указанное сведение, его номер, кем и когда выдан. Так, значит, по порядку. Сначала пишем о регистрации по месту жительства с такого-то числа, может быть по такой-то, зарегистрировано по месту жительства, по адресу такой-то, разрешение на временное проживание. С такого-то числа тоже все пишем по паспорту, как выезд за пределы Российской Федерации в период постоянного проживания, не выезжала, но здесь нет никакой строчки, где можно было бы вписать, что я не выезжала. Может быть в таблицу надо было, но мне по этому поводу ничего не сказали, приняли так. Пребывание на территории Российской Федерации, подтвержденное документом с отметкой о регистрации, по месту пребывания, либо фактическое проживание на территории Российской Федерации, без регистрации, по месту жительства или по месту пребывания. Здесь сноска 13. По-моему, ко мне это не относится, но я написала нет, и мне не сделали замечание, не сказали, что не нужно заполнять этот пункт. 26. Наличие особого статуса проживания на территории Российской Федерации, признание беженцев, предоставление убежища, участие в государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. 27. Являюсь участником государственной программы, пишу я, по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. 28. Свидетельство участника, номер такое-то, действует с такого-то по такое, предоставлено, то есть это выдано МВД по Республике Бурятия. 28. Выдворялись ли с территории Российской Федерации? 29. Выдворялись ли с территории Российской Федерации? 29. В течение пяти лет предшествовавших дате обращения не выдворялось, все остальное писать не надо, достаточно двух слов, не выдворялось. 30. Состоите ли на военной службе, на службе в органах безопасности или в правоохранительных органах иностранного государства? 31. Не состою на военной службе, на службе в органах безопасности или в правоохранительных органах иностранного государства. Тут даю полный ответ, мне ничего не вычеркивают, оставляю в таком виде. Привлекались ли к уголовной ответственности? Не привлекалось, может пропустили предыдущий пункт, но во всяком случае там ничего не вычеркнут, а вот здесь лишнее упирая, просто не привлекалось. Этого достаточно, такой полный ответ не нужен. Если да, то указать где, когда, по каким статьям уголовного законодательства соответствующего государства в случае осуждения указать меру на указание с приложением копии договора. Тридцатый пункт. Не преследуетесь ли вы в уголовном порядке компетентными органами иностранного государства за совершение преступления? Не преследуясь, тоже достаточно ответить на двумя словами. Полного ответа не надо. Так. Тридцать первый адрес места жительства, телефон. Ну здесь понятно. Адрес фактического проживания мы не пишем, не заполняем. Я должна проживать там же, где прописано. Поэтому пишу нет. Номер документа удостоверяющего личность. При наличии указать вид документа, его серию, номер, где и когда и кем выдан. При отсутствии документа в связи с его изъятием или утратой указать, кем и когда был изъят, где и когда был утрачен. Ну здесь все нормально, все как обычно. Паспорт номер такой-то, от такого-то числа по такой-то действует. Выдан таким-то органом. Дальше все заполняете в ручном режиме. А, да, вместе с заявлением представляю следующие документы. Копии паспорта. Так, пишем копии паспорта. Копия паспорта. Молодец. Копия паспорта. Нотариальный перевод. Нотариальный перевод. Дальше. Копия. Свидетельство участника госпрограммы. Квитанция об уплате госпошлины. Нотариально заверенное согласие на отказ от гражданства. Вот так. То есть из-за того, может у вас и не такая будет структура документа, да? Так что не будем заморачиваться. Госпрограмма. Так, все. Все, в этом, вот в таком виде. Распечатываем. Я распечатала. Подала. Ну вот так вот выглядит окончательный вариант. Заявление на гражданство, которое был принят сотрудникам. И я, кстати, не знаю до сих пор. Она не так давно перезванивала. То есть я подала недели две, три назад. А она перезванивала на прошлой неделе, уточняла о доходах. То есть она передала в следующую инстанцию. Оттуда ей вернули. Сказали, что такого дохода недостаточно. Нужно еще указать доход. Ну, видимо, значит, не должен быть меньше прожиточного минимума в данном субъекте федерации. Так, ну все. На этом я заканчиваю. В следующем видео, которое я сегодня же сниму, я расскажу о заявлении на выплату. Какие документы туда требуются. Какие документы требуются для данного вида заявлений у меня есть уже в другом видео. Так что я с вами прощаюсь. До следующего видео. Всем желаю успеха. Пока. С вами была Аюна Коновалова. С вами был Игорь Негода.